Всем привет, ребята! С вами снова я, Зайка Вера. А это значит, что в большого времени, то самое время, нам с вами что-нибудь слепить эдакое. Я тут наткнулась на персонажа из игры ДТ-21. Надеюсь, я правильно произнесла название. Первым мы слепим с вами Зайку розового цвета. На вид он очень миленький. Давайте скорее посмотрим, что получится. Подбежимся, поставим лайк, мне будет приятно. Итак, мы начинаем. Подготовим голову, детали для ушек, туловище с передними и задними лапами, нагладки на лапы, а также черные детали для мордочки. А теперь соберем. Итак, тут самое главное сделать то самое выражение мордочки. Надеюсь, у меня получится. Итак, мы сначала возьмем сплюснутые шарики глазки. Прикрепим. И да, забыла вам сказать, мои хорошие, что нужно слепить вот такую вот голову из розового пластилина квадратную. Для этого мы наш шарик начинаем плюснуть пальчиками со всех сторон. Даже удобнее это сделать отвердую поверхность. То есть так, так, так. И, конечно же, вот так. И тогда получится у нас вот такой вот замечательный квадрат. Итак, наши глазки на месте. Теперь мы прикрепим нос. Пожалуй, от носа будет удобнее работать. И у нашего героя глазки дальше расположены... Чем я прикрепила? Такая вот я балдосик. Ну ничего, видите, как легко и просто можно все поправить. И сейчас прикрепим глаз как нужно. Так, снова делаем пластинку. Так, и прикрепляем подальше. Так же сделаем со вторым. Вот. Так будет более похоже на персонажа. Теперь возьмем тоненький жгутик. Нам нужно нарисовать ему такую улыбку петелькой. Так, аккуратно попробуем. Вот одна петелька готова. Так, лишнее убираем. Теперь формируем вторую петельку. Такая как эмочка получается, да? Если так смотреть. Готово. Теперь бровку. Бровку. Одна у него идет прямая. Вот так вот над глазом. Лишнее мы также с бумажей нашего стека убираем. Видите, остается небольшой хвост. И нужно его тоже взять и зачистить. Так, а вторая бровь у него идет под таким углом. Да, вот так. Видите, она здесь узкая, а потом расширяется. Мы ее вот так прикрепляем. И вот сюда приплюснем. И вот она получается такая расширенная. Вот, очень хорошо. Итак, самое сложное позади. Займемся ушками. Одно ушко у него стоит прямо. По центру мы прикрепляем светло-желтую полоску. Можно взять также бежевый пластилин. Вот так. Вот одно ухо. Второе ушко без полоски, потому что оно у героя будет вот так вот загнуто. Поэтому полоску делать не нужно. Все равно будет ее не видно. Так, с головой разобрались. Переходим к туловищу. Туловище поменьше головы. Вот такой вот слегка вытянутый шарик, к которому сверху мы должны прикрепить вот такой вот жгутик. Сейчас ровненько поставлю. Вот. Убрать место соединения, чтобы у нас руки были влитые вместе с туловищем. Так, с помощью вот таких вот простых движений пальчиками. Итак, ручки практически влитые. Здесь еще сверху будет голова, поэтому это все закроется. Ножки вот такие вот толстенькие. Где вторая? Вот. Мы их прикрепляем. И также пальчиками, либо стеком соединим. Итак, вот эти вот сами ручки нам нужно обернуть в плюснутые желтые шарики. Такие вот накладки у героя. Такое вот у него окрас. Ну вот. Он готов. Да, с бровками нужно, конечно, помучиться. Но, в принципе, это того стоит. Итак, ребята, мой зайка Куки малыш готов. Вот он получился ржевозовый-прежевозовый. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч.